Порой с христианских кафедр звучат такие призывы. Приходи к Богу, и твоя жизнь станет прям чудесной, удивительной. У тебя там чуть ли проблем не будет, болезней не будет. Просто будешь жить, ходить как по облаку все равно что. И люди думают, о, классно, попробуем. Пришел к вере, стал читать Библию, молиться, ходишь в церковь. А смотришь, а проблемы-то никуда не исчезают. Сложности-то не исчезают. Обманули, значит. Так вот апостол Павел и показывает нам, что у нас до сих пор есть, смотрите, и притеснения, и отчаянные обстоятельства, гонения, какие-то вот низложения, то есть сложности в жизни. То есть мы сталкиваемся с теми же проблемами. Вот то, что Павел здесь называет отчаянные обстоятельства. И иногда, общаясь с верующими, слышишь, как много непониманий. Пастор, ну как же так? Вот проблема, вот беда у меня, там сложности, где же Бог? Я молюсь, почему-то ничего не происходит. И мы все время ждем каких-то внешних изменений нашей жизни. Вот проблемы, 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 проблемы. Сложности, сложности. Надо молиться, да, сложности, у меня проблемы, давайте будем все молиться. Конечно, надо молиться. Конечно, мы ищем лицо Господа. Но, поймите, освящение Бога, оно меняет наше отношение к жизни, в том числе и к проблемам. Там, где раньше мы видели проблему, теперь мы не видим проблему. И там, где раньше нам казалось, да, это ерунда, а теперь мы видим, нет, далеко не ерунда. То есть, надо правильно относиться. Многие думают, ой, я в беде, я в беде, я в беде. Почему ты решил, что ты в беде? Ну как? Сложности, в беда. Я сразу вспоминаю ситуацию, знаете, такую анекдотическую несколько, которая произошла с одним миссионером раньше, служившим, был миссионер такой, который поехал к дикарям проповедовать Евангелие. Ну и каким-то образом оказался в племени людоедов. И сидит он в племени людоедов, вот, и молится Господа, говорит, Господь, я в беде. Бог ему отвечает, как ты в беде? Почему ты в беде? Ну как, Господь, я в беде? Да не в беде ты, да как не в беде? Я в беде, помоги мне, Господи. И Бог ему говорит, хорошо, возьми сейчас камень и ударь вожака-людоедов со всей мочи по голове. Он берет камень, бьет вожака-людоедов по голове, вожак падает. Бог ему говорит, а вот теперь ты в беде. Понимаете, вот мы часто вот эти вот беда, вот несчастье, бегают христиане с вытаращенными глазами. Вот все эти ситуации. Но послушайте, пока ты живешь на этой земле, у тебя будут периодически возникать вот так называемые отчаянные обстоятельства, какие-то сложности, беды, непонимание там, не так кто-то поймет, начнет тебя гнать там, притеснять тебя начнет. Почему мы с вами решали, решаем, что это беда? Да, это может быть какая-то сложность, но Павел показывает, беда не в обстоятельствах вокруг нас. Павел показывает, что все важное происходит тут, внутри. Потому что если здесь внутри, ты не переживаешь славы Божьей, не переживаешь единения с Господом, тогда все, что бы не было в твоей жизни, это беда. Но если здесь, в этом глиняном сосуде, там внутри, ты озарен сиянием Божьим, и этот процесс освящения, посвящения, когда слава Его начинает озарять тебя изнутри, и ты Его больше и больше познаешь, больше и больше наполняешься им, больше и больше переживаешь Его, тогда ничто в твоей жизни не беда. Вы понимаете?